Бисмиллаху, басалату, басаламу, аля Расулихи, Мухаммаду, аля алихи, асхабихи, аджма'ин Аллах, субхану ва та'аля, говорит в своем Коране «Фазаккир фаинна дзикратан фа'ун му'минин» «Напоминай», Аллах говорит «Напоминай», и поистине напоминание приносит пользу верующим. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы мы напоминали друг другу об Аллахе Мы нуждаемся в том, чтобы мы друг другу напоминали о повелениях Всевышнего Аллаха О его запретах, о том, что дозволено харам, халал Поэтому, пока эти благословенные ночи и дни уже как бы они приходят к своему завершению И у нас еще есть время, чтобы продолжить киям Небольшое насиха нам всем, в первую очередь для меня О том, что мы потеряли О том, о чем Пророк, салли Аллаху алейхи вассаляма, сказал Наступят такие времена Когда вокруг вас соберутся, как едоки вокруг еды И сахабы говорят, неужели нас будет мало Он говорит, нет Вас будет много, говорит Однако, салли Аллаху алейхи вассаляма, говорит Будут подобно морской пене Морская пена, ее много И от нее нет пользы Рок, салли Аллаху алейхи вассаляма, сказал, что это время наступит Почему же Она стала таким морским пеном? Вопрос вам Потому что, братья, нет единства Потому что нет того братства, которое было между сахабами Который был один равен стам Которые знали ценность этой жизни Которые знали, для чего Аллах их создал на этой земле Какова их цель И какой конец Они знали, к чему они стремятся Они знали ценность рая Они соревновались В том, чтобы заработать Ахира В отличие от нас Сегодня И мы не спешим исправляться Мы постоянно остаемся на том же Насиху Любую вещь Напоминание Для нас сегодня Мы как мертвые Прок, салли Аллаху алейхи вассаляма, сказал Послушайте, братья Это очень актуально Кто поминает Прок, салли Аллаху алейхи вассаляма, сказал Разница между тем Кто поминает Аллаха И не поминает Не поминает Аллаха Разница между ними Кто поминает Аллаха и не поминает как между живым и мертвым. Как разница, как между живым и мертвым. Сегодня мы меньше начали поминать Аллаха, и мы стали как мертвые. Нет жизни в нас. У нас нет того пыла. Нет стремления спасти людей. Донести донести хотя бы один аят до того, кто рядом с тобой. Ты мой, твоя семья, твои соседи, те, кто окружают тебя. Я спасся, а другого пытаюсь утопить. Я знал, что такое куфор, ширк. Вещаю их на всех. Этот кафир, тот мушрик, третий такой, четвертый такой. Мы даем оценки, однако у нас нет того, что фрак салаллаху алейхи ва саляма с чем был пришел, пришел чем? Вама арсална ка рахматаллиля аламин. С чем пришел? С милостью, да? Как милость для людей. Цель какая была? Не то, чтобы всех обвинить в куфре, в ширке. Какая цель? Вывести из этого. К поклонению Всевышнему Аллаху. От поклонения себе подобным к поклонению Всевышнему Аллаху. Не было цели, чтобы кого-то обозначать, давать ему какие-то клички или названия, или определять в какие-то группы. Цель была того, чтобы призвать людей, дать им спасательный круг. Не надо топить братья, топить друг друга и тех, кто вокруг тебя. Не надо их топить, потому что это не является целью в этой жизни. Надо вытаскивать. Дай ему спасательный жилет, дай ему спасательный круг, дай ему веревку, дай ему объясни ему тавхид, призови его к Аллаху. Хочешь научиться призывать к Аллаху? Я спрашиваю, хочешь научиться призывать к Аллаху? Откройте лучших людей этой жизни. Истории пророков, алейхимуссалям, которых было 124 тысячи пророков и посланников. Из них многих Аллах перечисляет в Коране их истории. Как они приходили к своему народу и как они их призывали. Призывали к ля илляхе илля Аллаху. Самая лучшая работа... Сказать вам, какая самая лучшая работа? Самая лучшая работа, братья мои, это работа посланников, которых Аллах отправил. Да'ва илля Аллаху. Призыв к пути Аллаха. Призывать к тому, чтобы вывести людей из этого невежества, этого мрака на путь следования Аллаха Субхану Ва Та'Аля. То, что сегодня у нас отсутствует у многих. Не надо отрезать... Я много раз говорил, братья, не надо общество от себя отрезать. Надо ее, наоборот, к себе подтягивать. Сейчас конец Рамадана. Я спрашиваю, брат мой, приготовил ли ты какой-нибудь подарок своему родственнику или соседу, или близкому. Приготовил? Наверное, нет. А что ты приготовил? Приготовил, брат, самый наилучший подарок. Это может быть книга, может быть лекция о том, о чем о величии Аллаха. И мой совет вам, братья, я приготовил несколько книг для своих родственников. У каждого есть человек, который не поклоняется Аллаху, который верит амулетам, который готов верить всему, что угодно, кроме Всевышнего Аллаха. Возьмите книгу Единобожия или другие вещи, которые более доступны пониманию. И приготовьте их как подарки для своих родственников, чтобы их вывести из этого мрака. Аллахи, правоксалаллаху алейхи ва саляма, сказал, одного человека привезти в ислам лучше, чем эта дунья. Это вся земная жизнь. Вместе с ее Арабскими Эмиратами, Таиландами и другими странами, которые, когда смотришь, удивляешься, думаешь, как люди живут, как и такой шахват появляется, сам хочешь так посмотреть, там попробовать эти всякие вещи, пляжи, там эти красивые места пойти, чем эта дунья, я это как представление вам говорю, картинка в голове какая-то должна же быть, чтобы представить, чем эта дунья, чем эти Эмираты, чем эти машины, чем эти Феррари, чем любые должности, чем любые богатства, деньги, миллиарды, чем любые должности, лучше этого всего одного человека привезти в ислам. это не просто так. Одного человека, кто принял, привел в ислам, есть руки поднять, посмотреть? О, баракаллауфик, видите, процентность маленькая, должна быть, чтобы все руки подняли, чтобы все руки подняли, поэтому мы должны стремиться к этому. Когда мы будем заняты работой, братья мои, когда мы будем заняты работой, работой какой? Самой лучшей работой, которой занимались посланники Аллаха в Идвану Аллаху Алейху. Самая лучшая работа всех пророков была призыв к людей, призыв людей к Аллаху Субхану Ата'аля. Это лучшая работа, которая есть. И мы должны своим хорошим нравом, своими поступками вы знаете историю? Наверняка вы много слышали о Малайзии. Миллионы мусульман, миллионы стали мусульманами из-за чего? Из-за того, что когда открылись морские пути, и мусульмане приходили к ним, занимались торговлей, когда они увидели, что мусульмане это те, которым можно доверять. Как Аллах перечисляет вот в этой суре под Афлях Аль-Му'минун, Аль-Ля-Ля-Зинахум фи-Салатихим ха-Ши'ун То есть качество Аллах перечисляет качество верующих, которые берегут свою молитву. Аль-Ля-Зинахум Ани-Ля-Гви Му'ридун Которые далеки от всего пустословия. Аль-Ля-Зинахум И дальше аяты идут Аль-Ля-Зинахум Ли-Аманатихим Ва-Ахдихим Ра-Ун Качество верующих братья это те, которые хранят Аманаты, которым доверяют. Я еще раз повторяю, я раньше тоже говорил, сегодня я могу двоих, троих человек показать максимум четверых, кому я могу доверить. Я лично. Почему? Потому что доверие Амана утеряно. Мусульманам стало невозможно доверять. Почему? Потому что мы предаем. Почему люди не слушают нас? Потому что мы предаем их. Потому что мы не держим свои договора. А это одно из качеств му'мина, когда человек хранит то, что ему дали на хранение и когда соблюдает договора. Сегодня мы не соблюдаем ни договор, не держим Амана. Это наша болезнь, братья. Надо лечить эту болезнь. Пророк саллиллаху алейхи вассаллим лучший пример лучший пример мушрики Мекки мушрики Мекки враждуя с ним доверяли ему. Они не находили во всей Мекке никого кому можно было доверить свое имущество кроме своего врага. Мухаммад саллиллаху алейхи вассаллим был единственный человек кому можно было доверить свое имущество. И они ему доверяли его даже когда они враждовали. И это из сыры то, что пришло. И когда делал хиджру в Медину он сказал то, что у меня оставили как амана ты отдай вот этим по списку людей отдай им эти амана то, что они оставили на хранение. Лучший пример и поэтому когда купцы приехали в нынешнюю Малайзию когда они приехали когда жители этой страны увидели что мусульманам можно доверять что они не обманывают что они не обвешивают эти люди миллионы людей приняли ислам приняли религию Аллаха из-за чего из-за хорошего поступка из-за хороших дел и можно много перечислять братья мои когда и в россии и в других странах в германии как один брат рассказывал в германии в больнице лежала мать одного араба мусульманина в германии лежала мать одного араба и ее сын постоянно навещал ее свою мать больную целовал ей руку кормил ее с ложки убирал за ней перебирал когда это увидели вокруг лежащие такие же больные женщины они сказали наши дети так не делают наши дети у них как бывает расписано там в такое то время я туда иду в это время я туда иду там дальше как в гости созвонились только в определенное время они не нарушают свой распорядок а мусульманин он приходил постоянно каждый день кормил свою мать со своих рук убирал за ней пока она лежала в больнице когда эти женщины увидели как мусульманин относится к своей матери эти женщины позавидовали этой матери и в итоге этот благое поступок который он совершал по отношению к своей матери явился причиной того что эти женщины начали изучать религию Аллаха и приняли ислам эти известные истории их можно много перечислять и рассказывать просто достаточно нашего хорошего поступка отношения между собой отношения вокруг нас если мы будем показывать хорошее призывать людей к Аллаху созданием в этом будет успех и мы должны спасать людей тех которые вокруг нас сегодня мы здесь по милости Всевышнего Аллаха в доме Аллаха лучшем месте на земле лучшие места являются дома Всевышнего Аллаха и те кто поминает его тот кто обучает религии и те которые берут знания и Аллах сказал остальное все в этом Дуне проклято сегодня мы здесь однако братья точно так же есть масса людей которые собрались в дискоклубах в пивбарах они по-своему проводят эти ночи но однако же по милости Всевышнего Аллаха Аллах нас выделил из всех этих людей собрал в доме Всевышнего Аллаха это большое благо что Аллах нас не собрал в каких-то заведениях дискоклубах или пивбарах собрал нас в доме Всевышнего Аллаха чтобы мы поминали его просили Аллаха прощения делали дуа за наших близких за наших родителей за наших братьев за наших сестер за ум Мухаммада салли Аллаху алейхи ва саллим сахабы настолько Аллах я когда был маленьким мне было 12 или 13 лет Аллах алейхи вот тот кто вел таравих Мухаммад Акрам он после айша намаза нам когда мы учились талибом риалу салих известная книга есть сады праведных там есть раздел отношения между братьями когда он читал эту главу какое должно быть отношение между братьями мы опережая друг друга бежали после того как он говорил как он приводил хадисы мы бежали в свою комнату где как спальня и старались друг другу матрасы раскрыть чтобы какое-то отношение понимая что за это есть награда старались вот так опережать друг друга чтобы или постирать одежду к нам приезжали арабы это был в 97 году арабы приезжали к нам и они наши вещи хотя это были ученые люди хафизы курана и другие они наши вещи брали и стирали сами потому почему потому что они понимали что такое братство в исламе что такое уважение друг другу что такое сделать хорошее своему брату чего к сожалению мы теряем брат если мы это теряем братство мы становимся как морской пеной от которой нет никакой пользы она как пена просто сахабы когда узнавали что его брат постится два дня он начинал поститься три дня чтобы опережать его во благе чтобы опережать друг друга во благе Рок сказал желайте своему брату то что ты желаешь самому себе лучше вот смотри вот этот хадис вот ты можешь посмотреть брат мой насколько ты его понял когда ты садишься кушать ты на себя посмотри брат ты действительно веришь действительно делаешь как сказал то что желаешь себе желай своему брату вспоминай этот хадис когда ты садишься кушать и когда напротив тебя ты взял большой кусок а напротив тебя брат сидит и ждет и нет у него ничего вот тогда вспомни этот хадис. И лучшим поступком в этот момент будет, когда ты поделишься с ним тем, что у тебя есть. И это будет лучше. И это отношение укрепляет нас между нами. Хорошие поступки, подарок, подарки братья у арабов, эти вещи очень сильно распространены. Рамадан месяц заканчивается, они друг другу делают подарки. Вот у этих людей, которые придумали 9 мая, 8 марта, день Валентина, Новый год и другие другие вещи, эти вещи их побуждают, ложные ширкияты, бедааты, все эти всякие, короче, бесноватые вещи побуждают их к тому, чтобы они друг другу дарили подарки. Однако же своему брату сделают хорошее это награда от Аллаха. И поэтому я вам подсказываю, братья, чтобы укрепить между собой отношения. Вспоминайте хадис, когда ты в самом таком месте находишься, хороший кусок мяса достал, или там что-то у тебя есть, посмотри на того, кто рядом, поделись с ним. Если ты не желаешь своему брату то, что ты желаешь себе, знай, брат, сказать, что тебе отсутствует то, к чему призвал пророк салаллаху а.с. Мы все говорим, мы любим пророка, однако делов нету, братья. Делов ноль. Ноль один процент может быть. Поэтому мы должны утверждение в сердце, как вот ла-илахи ла-ллах сказал. Кто сказал ла-илахи ла-ллах, тот войдет в рай. Какой ла-илахи ла-ллах сказал? Который стремился к лику Аллаха. Как стремился? Поклонением салат, закат, саламур-рамадан, тахаджульбайта манистата а.с.абиля. Вот этими поступками, эти поступки, четыре остальных вещей являются являться теми вещами, которыми ты приближаешься ко Всевышнему Аллаху. Поэтому, братья, надо укреплять между собой братство. Дарите друг другу подарки. Наилучшее время, когда приближается день Аида, день праздника, дарите друг другу подарки, братья, это наоборот, между нами, между братьями, она укрепляет наше братство и любовь. и уходит злость. Прощайте друг друга. Знаете историю, когда Пророк саллиллаху а.с. сидел вместе с ахабами и зашел один сподвижник и у него, как они говорили, с бороды падали капли от омовения. пока он не зашел, Пророк саллиллаху а.с. сказал, сейчас сюда зайдет тот, который является обитателем рая. Пророк саллиллаху а.с. сказал сахабам, когда они сидели вместе, он говорит, сейчас зайдет тот, кому Аллах обещал рай. и заходит и пришел человек из Ансара и с его бороды падали капли от омовения. И он в своей руке держал свою обувь в левой руке. Потом пришел следующий день и Пророк саллиллаху а.с. опять повторил сказанное что сейчас придет человек у которого которым Аллах обещал рай. И опять заходит тот же самый ансар. На третий день Пророк саллиллаху а.с. опять повторил те же самые слова. Когда этот человек уходил Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Ас рады Аллаху отправился за ним отправился за ним чтобы посмотреть что же он такого делает из-за чего Пророк саллиллаху а.с. трижды сказал что этот человек обитатель рая. Давайте же послушаем какого его действия которое по причине которого Аллах обещал ему рай. По какой причине Пророк сказал сказал что это обитатель рая. Мы тоже можем это качество заслужить. Я вам не рассказываю тысячу одну ночь чтобы вы сидели и проводили просто так время. Это пример того что мы можем заслужить. этот сахаб отправился за ним и он сказал этому человеку я поругался с отцом я поругался с отцом и я хочу где-нибудь остановиться можно я у тебя остановлюсь. Он придумал эту вещь чтобы этот сахаб приютил его чтобы посмотреть какое же он поклонение делает из-за которого о нем так сказал. И он ему говорит если ты посчитаешь нужным приютить меня до тех пор пока не истечет срок то я хотел бы остаться с тобой. И этот сахаб кивнул ему сказал хорошо оставайся у меня сколько пожелаешь дней. Анас продолжил Абдуллах Ибн Амр рассказывал что он провел с этим человеком три ночи он сказал что на протяжении всей ночи тот человек не поднимался на молитву то есть он провел с ним три ночи и он смотрит он думал наверное он какое-то усердное поклонение делает выделяется как-то однако же он смотрит он три ночи не встает ни киям не делает ничего не делает кроме фаджира обязательных вещей лишь лежа на своей постели он поминал Аллаха говоря Аллаху Акбар Абдуллах сказал но наряду с этим я не видел чтобы он говорил что-либо кроме добра через три ночи я уже почти что считал его дела малыми через три ночи он уже думает так что он делает вообще он вообще ничего не делает что я пришел к нему три ночи ночевать чтобы посмотреть что он такое делает и я сказал ему он говорит о раба Аллаха не было у меня с отцом ни спора ни разлуки не было у меня спора с отцом и разлуки я лишь слышал как трижды Продокс Аллаху Алейхи и сказал о тебе сейчас к вам придет человек из обитателей рая поэтому я пришел провести с тобой три дня чтобы узнать что ты делаешь и следовать твоему примеру но я не нашел тебя совершающим много дел чем ты достиг такого уровня о котором говорит пророк саллиллаху алейхи ва саллим этот человек отвечает ему нет ничего кроме того что ты видишь на самом деле я ничего такого не делаю кроме как того что ты видишь только я не обманываю никого из мусульман только я не обманываю никого из мусульман и не завидую ничему из того что Аллах дарует кому-то и не завидую ничему то что кому Аллах дал что-то я не завидую ему делая шукру тому что есть у меня на это Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Ас радия Аллах сказал вот то благодаря чему Аллах Субхан Аллах обещал тебе рай не обманывать мусульман и что еще не завидовать брать если кому-то Аллах дал больше богатства или что-то ты должен Абдуллах сказать что у тебя такой кадр ему кадр Аллах предписал большое тебе маленькое делая шукру Абдуллах что Аллах дал мне сегодня это а ему дал это и эти поступки братья которые и мы можем с вами совершать и мы должны скрывать недостатки своих братьев не завидовать не обманывать не притеснять делать так чтобы обрадовать сделать хорошее своих близких своих братьев в исламе еще приводилось в том что этот сахаб он каждую ночь прощал людей он прощал людей и мы тоже должны прощать друг друга не должны держать злобу нас и так хватает которые пытаются нам нанести какую нибудь урон какую нибудь злобу хватает помимо мусульман хватает тех которые хотят нам навредить так давайте же мы не будем вредить друг другу братья если мы не будет у нас братства мы будем вредить друг другу обманывать не держать амана Аллах посылает тех которые посредством которых как мы знаем помните когда татары монголы пришли разрушить халифат известная история многие наши лекторы тоже рассказывали и не будет лишним если я ее снова вам напомню когда татары монголы пришли и завоевали земли мусульман в Багдаде в Ираке где находилась столица халифата шла дочь одного хана правителя татара монгол шла эта дочь и увидела что вокруг одного мудреца одного ученого человека собрались много людей собрались много людей и она ему сказала попросила чтобы он пришел к ней во дворец и когда он пришел она его спрашивает вы говорите что Аллах вас любит он говорит да Аллах нас любит а почему же тогда говорит он не дал вам победу а дал нам победу над вами почему он тогда нам дал победу над вами над мусульманами и что он отвечает он говорит когда говорит у пастуха разбегаются овцы овцы разбегаются он говорит собак подзывают чтобы они собирали это стадо вы вы говорит те собаки которые собирают это стадо говорит поэтому в этом тоже было благо что мусульмане посредством испытаний посредством тяжбы посредством этих вещей они объединились и Аллах дал им победу над народом неверующих акули ма тасмаун васта филлах фаста филлах инна вала вафур рахим баракаллах фикум пусть Аллах укрепит вас на истине дарует вам и простит нам все наши грехи и объединит нас на братстве на истинном братстве в исламе ассаламу алейкум рахматуллах и муракал